При входе в мастерскую скульптора Станислава Чижа каждого посетителя встречают многочисленные лица. С бюстов, задержавших камни не только эмоции, но и саму жизнь, они улыбаются или, наоборот, смотрят снисходительно на наследников севастопольской истории. Сегодня музей-мастерская Станислава Чижа – это место, которое вновь тревожит судебные тяжбы. Снести с лица земли мастерскую, в которой рождались шедевры архитектуры Севастополя, с августа прошлого года не оставляет попыток руководитель проекта «Подземный Севастополь». За два летних вечера он демонтировал подсобное помещение мастерской, не имея на это никаких разрешений. Поскольку мы сейчас в судах, суды еще не закончились, они продолжаются. Он должен был, как минимум, если он это объявил как субботник, он должен был сделать проект субботника, утвердить его, утвердить, собственно говоря, скорее всего, в департаменте имущественных и земельных отношений никаких документов у него на этого не было. Никому он ничего это не показывал. Раньше в мастерской работали десятки художников, проводились мастер-классы для детей, которые с большим удовольствием приходили на улицу Володарского, 21, чтобы познакомиться с такой редкой современностью профессии, как скульптор. Наследие Станислава Чижа не только в его работах, но и в помещении, где он творил, обретало новую жизнь. Теперь она угасает. Скульптор передал мастерскую собственность Севастопольскому отделению Союза художников Украины. Однако при переходе в российское правовое поле помещение ушло под крыло Национального Союза художников Украины. Почему в течение пяти лет мы под судами, наше имущество под судами, неужели город федерального значения не может решить этот вопрос? Нужна ли общественная организация Союза художников России в Севастополе? Нужны ли городу художники в целом? Только 20 февраля 2021 года суд признал музей Станислава Чижа имуществом города. А договор аренды музея с Национальным союзом художников Украины и с пришедшим на его место обществом с ограниченной ответственностью художественно-производственный комбинат – недействительным. Сейчас родственники Станислава Чижа содержат так называемый «финский домик» на свои деньги. То есть для того, чтобы хотя бы содержать это в том состоянии, в котором оно есть, потому что лопались трубы, это мы делали, потом оборвало электричество, организация денег не имеет за свои деньги. Для того, чтобы подключить две фазы и что-то заменить, я заплатила 11 тысяч. Поскольку сейчас Мастерские союза художников Севастополя под арестом, нашим мастерам буквально негде творить. Многие называют себя кухонными художниками, так как вынуждены развивать свое творчество там, где смогут. Тем не менее, севастопольское искусство не стоит на месте. График выставок расписан на год вперед. На протяжении многих лет, и даже этих пяти, пока у нас можно сказать, что арестовано имущество, мы в год делаем не меньше десяти выставок. Это и коллективные выставки, это и персональные выставки. Серьезным одним из приоритетных вопросов в выставках – это «Ко дню города» и «День победы». Без понуждения художники выставляются. Учитывая то, что все выставки бесплатные, мы это делаем на разных площадках. Почему на разных? Потому что мы даже не имеем выставочного зала. Севастопольские художники мечтают вернуться в свои мастерские. Однако заседание суда вновь перенесли. С 9 марта на 10 мая. И Яне Чиж остается только ждать. Ждать, когда же решится судьба мастерской ее отца. Мы ждем решения, потому что до тех пор, пока не будет окончательного решения суда, говорить не о чем. Кто-то сейчас стал себя, собственно говоря, назначать победителем суда. Но это неправомерно. Это не должно быть так. А мы ждем. По проекту Адольфа Шефера, творца Севастополя, музей-мастерская Станислава Чижа могла бы стать не только местом работы для нынешних зодчих нашего города, но вместить в себя и выставочные залы, и помещения для мастер-классов. Продолжительные судебные тяжбы несколько лет ступорят возможность полноценно развивать наследие скульптора, руками которого создано около 160 уникальных памятников. И это только в белокаменном городе-у-море. Мария Лигина, Денис Александрович, Севинфорумбюро.